Ах, черт, мы снова идем. Гейб волнуется. Итан! Райан волнуется. Итан! Фига какой у тебя радиотелефон? Ну давай же, давай. Тайфун. Тайфун. Тифон, короче. Алекс. А я тебе что, скалолаз? Ты меня так зовешь, как будто только я там пролезу. А где Гейб? Сюда. Слушай, ты ж смотритель парка Колорадо. Ты должен в курсе быть, куда что идти, а я тут зачем? Я ж не умею время отматывать. Ух ты! Сто лет здесь не был. Нам стоит беспокоиться? Мне уже стоит, не знаю, сходить с ума от страха? Лучше не стоит, по моему опыту это ни к чему хорошему не приводит. Ну что? Поговорил с безопасниками, которые работают в шахте. Они обещали отложить запланированные на сегодня взрывы. Теперь у нас хотя бы время есть. Эй, ты в порядке? Эй, ты в порядке? Шарлотт, наверное, уже с ума сходит. Она сильная. Всегда такой была. Пошли осмотримся здесь. Давай. Давайте рассмотрим. Этот пацан. Представляешь, как бы мы выхватили от отца, если бы устроили что-то подобное? Секунду. Если бы я сказал ему, что Итан собирается в шахты, мы бы его сейчас тут не искали? Это хороший вопрос, кстати. Насколько вариативен геймплей? Мне надо было сказать раньше. Я не... Когда он сказал, что собирается в старую шахту, я... Алекс, все хорошо, ты же не знала. Ты ни в чем не виновата. Да, но все-таки... Пойду осмотрюсь. Дай знать, если заметишь следы Итана. Хорошо. Это я могу. Так, окей. Как Итан планировал проникнуть в шахту? Телефон. Устроилась на работу в первый же день. Может, из этой новой жизни что-нибудь и получится? С радостью сообщаю, что в штате черного фонаря пополнение. Мы рады, что ты с нами, Алекс. Может, Гейб даже кое-чему у тебя научится? Да ладно, она многому может меня научить. Она очень славная. Рад, что ты наконец приехала, Алекс. Спасибо. Выясни, где находится Итан. Что там, Тайфон? Тайфон майнинг. Официальное двухчасовое предупреждение. Тайфон майнинг начнет взорвать заряды через два дней. Ё-моё. 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 Совершенно точно нет. А вы готовы к работе? Защит... Проверьте наличие. Защитные каски. А это она говорила. Нет. Рабочие ботинки с остальными носками. Носами нет. Прочные перчатки нет. Светодражающая жилетка нет. Хорошего настроения. Точно нет. Хе-хе-хе. Блядь, какое хорошее настроение у нас тут. Малой пропал. Передняя дверь. Кул. Самое то для маньяков. Класс. А чё тут такого? Ну, граффити. Стрей написано или что? Что такое стрей? Открытые ворота. Может, Джули Макнамара не нужно твое одобрение? Джули Макнамара и the fucking skunk. Какой-то skunk. Не знаю, что такое skunk. Да господи. Зомби. Ебать. Удивительно, резиновые зомби пугают меня меньше всего. Эй, бро. Нарежемся у старой шахты? Нарежемся? Может, нажрёмся? Уистит? Все дела. Можно посмотреть? Пьянство среди несовершеннолетних. Вот, настоящее чудовище. Ты не понимаешь, что шахтерское оборудование это какой-то рай для маньяков. Пневматический молоток. Да чё ты про маньяков всё? Чё нас тут маньяк ждёт какой-то? Сначала ловим Итана, а потом уже можно и покататься. Так. Никаких чувств мы не чувствуем. Чьих-то. Да ничего тут не понятно. Вагонетки и прочая дрянь. Ребят, чё? Чё кого? Представьте каково это оказаться там в ловушке. Хотя нет. Лучше не надо. Алекс, почему? Почему ты не... Сейчас мне время никого обвинять. Нужно его найти. Быстро. Он прав. Сейчас главное найти Итана. Давай же, Райан. Все рассчитывают на тебя. Райан справится со своим страхом. Хорошо, что он здесь. Чё, ребят, мы идём? Пацаны. Вау. Вот это да. Когда мы спасём Итана, я тоже подниму это. Мы поднимаем бокалы за Джеда Лукона, который на этом месте 30 декабря 2008 года вытащил нас из преисподней. Понятно. Ребята, с вами побазарить можно? Чё мы стоим? Гейб. Я должен что-то найти здесь, ебать. Ничего себе её потрепало. Интересно, что здесь случилось. А чё я найти должен? Вагонетку? Кататься в них, наверное, жутко неудобно. Хотя... Хотя чё? Хотя выглядит заманчиво. А чё найти я должен? Явно что-то, но непонятно что. Открытые ворота. Удымление о работах в шахте. Они собирались взорвать заряды сегодня вечером. Слава богу, Гейбе удалось с ними связаться. Тайфун майнинг. Взрывные работы. Автоматизированные взрывные работы. Дата воскресенья, 28 апреля 2019 года. Время 21.00. Перед детонацией в области взрыва прозвучит предупреждающий сигнал. Вход в зону детонации. Воспрещен разрешение R555. Так, это всё классно. Пацаны, слышите? Вы это самое... Чё мне найти надо? Вы мне не сказали. Бать, Гейб. Да ну вас. А, узнать подробнее, вот. Наконец появилось. Что здесь произошло? Грандиозный обвал. Несколько шахтёров оказались в ловушке и чуть не погибли. Джед вывел на поверхность всю бригаду. Господи. Да, именно в тот день бригадир Джед и стал местным героем, а потом Тайфун закрыл эту шахту и практически купил Джеду чёрный фонарь. Чёрный фонарь. Ха. Ха. И что там у тебя? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Иллюзия. Мы это читали. Придётся найти другой вход. Форма городской стражи, судя по всему, он давно мёртв. Кровь — это зомби. Похоже, след обрывается, если только пустота. Ага, он пролез здесь. Туша облачного змея, наверное, провалился через потолок. Если забраться повыше, то я найду секретный проход. Тебе уже не взлететь, облачный змей, но ты ещё можешь сослужить мне службу. Это сияние за вершиной. Это же чёрный ход в крепость. Никаких следов. Может, лучше... Ничего не замечаете? Вот это да. С ума сойти. Тут рассказывается, как персонаж Китона проникает в крепость монстров глубоко под землёй. По-моему, очень похоже на шахту. Там нарисовано, куда он пошёл? Не совсем. Комикс заканчивается тем, что охотник на монстра забирается на стражевую башню и уже там понимает, куда идти. А, вон она. Смотрите, хранилище. Наверняка это и есть башня из комикса. Вот куда он пошёл. Ты просто гений. Да, отличная находка, Алекс. Гейб, давай попробуем открыть ворота. Давай. Туда ещё можно попасть через корпус переработки, если найдём вход. Давай пойдём поищем. Хорошо. Если Итан вдохновлялся этим местом, может, нужно сравнить его рисунки с окружающими предметами. Так, ну вот тут зомби. Там точно был зомби. Вот. Если зомби здесь, то... То... Какие-то ворота и кровь. Если Итан действительно пошёл по стопам своего героя, найти его будет проще, чем я думала. Так, ну он как-то сидит. Секунда. Ага. Зомби... Зомби вот так расположен. Кровь отсюда. Типа... Типа отсюда. Говорить. Дай, знаете ли, что-нибудь найдёшь, ладно? Ворота. Есть что? Стоп, ну тогда неужели Итан... Чёрт. Как думаешь, нет ли тут какой-нибудь боковой двери? Не знаю. Вполне возможно. Поможешь? Ладно. Ха! Изи. Изи. Найдено. Ты это нашла в комиксе? А где наш брат? Я волнуюсь за него. Гейб! Попробуй включить свет, а ты пока попытайся понять, куда пошёл Итан. Гейб! Мы зашли, Гейб, иди к нам. Лишь бы ни с кем ничего не случилось тут. Итан точно проходил здесь, но как выбрался? Как он выбрался? Так. Это вот эта штука. Так, лестница нужна. Граффити. У меня для тебя хорошие новости. Legalized. Легализировали, ребят, легализировали. Спейс, чтобы переключаться между вариантами и предметами. Что? Что? Это, конечно, рискованно, но в коробке есть пара отсоединённых проводов. Красный и синий. Я не буду делать выбор за тебя. Ты что, боевики не смотришь? Что ж, значит мне решать. Пусть будет синий. Да, ровно ещё там ничего. Видишь? Я правильно сделала, что промолчала. Почему-то очень хочется нажимать на все кнопки. Нажать на все кнопки, но страшно. Но тут вот лестница, мы её можем сразу сравнить. Думаю, Итан пошёл наверх. Я уверен, что Итан поднялся по этой лестнице. Допустим, ну тогда как он отсюда выбрался. Блин, там реплика была. Ну ладно, мы перемещаем лист железа. Чтоб подняться наверх. Так. Комикс. Поднимается наверх. Дракон там. Ещё выше. Осторожность закончилась где-то час назад. Значит, тут и в лучшие времена было смертельно опасно. Круто. Что тут ещё сказать? Не вставайте на ленту конвейера. Не вставайте на ленту конвейера и не катайтесь на движущемся конвейере. Это может привести к увещению или гибели. Тайфон майнинг не покрывает медицинские расходы на лечение травм, полученных в результате неправильного обращения с конвейером. Ещё великолепно. Дверь есть какая-то. Хорошо, дальше я не пойду. Но не потому что вы мне запретили. В комиксе такого нет. Согласен. А, вон там Райан. С проводами мудохается. Слушай, ты пока с проводами мудохаешься, я уже Итана найду. Ну нам сюда. В комиксе этого нет. Но мы сюда не пройдём. Нас игра сама ведёт сюда. Хранилище. Мы уже близко. А, вот этот дракон, это вот эта штука лента конвейера. Напоминает мне ту змеевидную штуку из комикса. Да. Да, вот она. Вот она, вот она, вот она, вот она. Окей. Мы уже прочитали комикс. Дважды даже. Поэтому... Итан прыгнул отсюда на конвейер. Уф, я, пожалуй, поищу другой путь. Похоже, Итан забрался по конвейеру в хранилище. Жуть. Попробовать стоит? Внимание. О, ты разобралась с дверью. Ага, оказывается, нужно было её открыть. Кто бы мог подумать? Чудесам всё нет конца. Так, секунду. Мы можем залезть вот тут. Нет? А как? Ну вот, на эту штуку отсюда нельзя залезть. А... Прыгнуть мы тоже не можем? Слушай, это всё прикольно. Лента конвейера. Мне вниз идти или что? Типа, ты это самое намекни мне. Поход, да. Походу, да. Больше я не знаю, как добраться. Ну, типа, на конвейер она залазить не хочет. И я её понимаю. Я бы тоже не хотел залазить на него. Обломки. Коробка для обедов. Слышь, это самое, дружище, а как ты туда пробрался? Дай мне тоже инфу, как туда пойти. Вот так? А, ну вот так, да. Мёртвая ворона. Плохой знак, да? Фу, будем надеяться, что дурные предзнаменования это выдумки. Так, матрас. Всё неинтересно. Давай, пошли, дружище. Райан. Где гиб? Уйти. А вот и гиб. Вы что так долго? Взламывать замки невозможно разучиться. Это как кататься на велосипеде. Куда теперь, Алекс? Ну, собственно, в эту вышку, куда ведёт конвейер. Ну да. Наверх. Путь лежит наверх. Стой на стражевой башне, Тейнер замечает тайный вход в крепость. Если мы сумеем... Вот, вот куда он направился. Там ущелье неподалёку. Чёрт! Пошли! Пошли, пошли. Куда бы вы без меня, без моих дедуктивных способностей, а? Итан! Итан, выходи. Мама жопу надерёт. Шарлотта тебе устроит. Мы тюльпаны... Ой, тюльпаны, как эти... Подсолнухи купили. Подсолнухами тебя жопу надерёт. Мы уже близко? Да хер его знает. Думаю, да, говорит Райан. Я-то не знаю, ты кого спрашиваешь, Райан? Итан! 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 Итан, ети твою мать, сюда выходи. Пока можешь. Не наругаем. Сильно. Итан! 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 Итан, я страшно! Итан, я иду к тебе, дружище. Стой, погоди. Что-то оно не выглядит особо... Итан, ты в порядке? Особо надёжным это дерево не выглядит. Не волнуйся, мы вытащим тебя отсюда. Главное, держись. Блядь, а ты страховку никакую повесить не хочешь, дурачок? Неужели у вас никакого троса нет, который можно тебя обмотать? Нет, 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 нет! Он так боится, если я смогу подобраться ближе. Плохо дело, мы слишком тяжёлые. Чёрт. А вы не хотите спасательную группу вызвать, ребята? А если я? Алекс, ты уверена? Нет. Я не уверена. Дураки, у вас радиотелефон есть, у вас есть рация, вызовите, блядь, спасателей профессиональных. Пусть там... А, помнишь, как я учил тебя крепить верёвку? Супер. Покажи. Ты в порядке? Давай так. Да, да, всё хорошо. Ты уверен? Если нет, ничего страшного. Нет, я хорошо. Знаешь, я даже тебе верю. Алекс, посмотри на меня. Ну? Я обвяжу верёвку вокруг твоей талии, другой конец привязан к твоему брату. Он будет использовать этот пень как точку опоры и подавать тебе верёвку. Понимаешь? Пока да. Отлично, ты молодец. Окей, ну вот страховочка есть. Не забывай, тише едешь. Дальше будешь. Ставись быстро. Ничего сложного. Ничего сложного. Реально, почему не вызвать спасателей, чтобы сверху его оттуда забрали верёвку, ему скинут, обвяжут и... Я не понимаю, ну, блядь, что за тебя как приключением этим на свою задницу? Ребята. У вас радиотелефон есть. Держи, Ситан, я иду. Замечательно, я прям иду. Шифтить не будем. Ты справишься, Алекс. Смотрите, вот... Уходи, ты поранишься. Вот сверху оттуда его забрать можно. С нами ничего не случится. А вдруг случится? Молодец, сестрёнка. Ты уже совсем близко, ещё чуть-чуть. Эй, Этан, я тебе помогу. Ладно? Нет! Уходи! Чёрт, она чувствует его страх. Это уж слишком. Нужно как-то его успокоить. Она чувствует его страх, да. Это проблема. Этан, мне нужно, чтобы ты успокоился. Дыши глубже. Попал мне? Мне не следовало сюда приходить. Я был так глуп. Тише, тише, сосредоточься. Говори со мной. Расскажи, как ты сюда попал? Я пытался перейти на другую сторону. А бревно упало. Ничего страшного, всё хорошо. Давай поговорим о том, что будет дальше. Гейб нас держит. Мы не упадём. Другой конец верёвки привязан к нему. Нет, я не могу двигаться. Если я сдвинусь... Ты не упадёшь, дружище. Всё равно. Он меня не услышит. Нужно его успокоить. Нельзя здесь оставаться, Этан. Нам надо... Оно меня заметит. Если я сдвинусь, оно меня увидит. Кто тебя увидит? Ты не понимаешь. Он прав. Я не понимаю. Я не смогу ему помочь, пока не пойму, чего он боится. А для этого мне нужно ощутить то, что чувствует он. Пипец, поверить не могу, что я это делаю. Что происходит? Я смогу. Я смогу. Я не могу. О, мой Бог. Что происходит? Это как... я не вижу... будто вижу мир его глазами мне казалось что я выслеживаю чудовища но это она выслеживает меня я не просто чувствую то что чувствует я вижу мир так как видят он блять что за монстры нахуй вы че издеваетесь я в life of strange играю они в resident evil тут столько всего и ничего меня не спасет девятому стражу не было бы страшно но девятый страж выдумка а это взаправду ага он не боится упасть он боится черт не дай ему меня увидеть не дай ему меня увидеть нереально хотя выглядит очень даже реальным тише тише я тоже его вижу и там чудовище я тоже его вижу мне тоже страшно как и тебе ты не особо успокаившего подруга но мы в безопасности и там знаешь почему она меня не видит браслет исчезновения как у девятого стража мне казалось это просто выдумка иногда выдумки оказывается правда и чудовище тоже давай возьми меня за руку пока я тебя держу ты в безопасности давай и там да нет там чудовище и там все нормально все ты в безопасности этом не смотри вниз ладно ты оглянуться не успеешь как мы будем в безопасности давай дорогой давай они идут обратно держись крепче гейб я еще не закончила о боже так потихоньку хуй тебе чудовище идем и там идем алекс что дружище мне все еще очень страшно все хорошо бояться нечего тебе ничего бояться я тебя держу а если ты меня отпустишь вот дерьмо я тебя не отпущу держись крепче блять по хорошему нужно было сделать петлю с запасом чтобы и на него надеть веревку а вы вдвоем должны были держать как ты думаешь бревно сломается да не сломается не бойся я ведь уже один раз прошла по нему помнишь но он уже сломаться да завали пессимист хренов мы с ним чувствуем друг друга я должна его успокоить что такой пессимист успокойся мы уже на на середине мы уже почти прошли райан нас поймает если что гейб нас удержит давай давай мы очень медленно идем почему так медленно идем прям очень долго и медленно осторожно наверное поэтому так все почти и там и там тут буквально осталось блин шесть метров то практически пять метров уже все смотри какая красота и там треск бревна ебать и там руку райан что это было они все в порядке держись крепче они уже близко ты держи веревку гейб держи веревку наматывая ее чтобы не повисли если что так чуть 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 ребята все хорошо все отлично все все красиво вот так иди сюда я тебя держу и там тоже все красиво все красиво все хорошо все прошли Ух Все, развязывайтесь В смысле? Вой и сирены же при взрывах Они сказали будет Гейб же звонил Они отменили взрывы Что за херня? Охренительно, ребята Мы вовремя отсюда ушли Гейб? Ооо, кайф, блядь Держите его, блядь Нет Нет, нет Гейб, гейб Охуеть Не, ну Райан, конечно, спас нас Потому что нас бы тоже утащил Он ебаный же в рот Какого хера там этот взрыв произошел? Мы же позвонили Сказали, что мы за мальцом идем Пиздец Общая сводка Это, видимо, как первый эпизод закончился Алекс не стала рассказывать о планах Хитона Алекс не стала вмешиваться в разговор Мака и Райли Алекс рассказал Гейб о своей способности На мосту Алекс обняла Гейба Ну это все классно Блин Блин Мать его Следующая глава Не, ну это пиздец, товарищи Это просто пиздец Глава 2, фонари Что-то они так жестко С первой главы Такую драму дают Я в ахере Я не мастер произносить речи Я всегда считал, что дело бармена Это Заткнуться и слушать И по этим меркам Гей был худшим Барменом Барменом Из всех, кого я знал Я никогда раньше не выписывал штраф За превышение скорости велосипедисту Пока здесь не появился он Он так волновался Из-за моего Вступительного сочинения Хотя, наверное, и не знал Как правильно пишется слово Вступительный Или Сочинение Он пригласил мою группу сыграть в фонаре И вот я Проделав долгий путь из Сиэтла Оказалась здесь А я сходу могу вспомнить 14 моментов Когда Гейбу удалось меня Рассмешить Первый был два года назад В общем, дело кончилось тем, что вместо штрафа Я угостил его пивом Гейб стоял где-то в метре от нас И глупо улыбался Он наверняка был не один Но я помню только его А потом он говорит Я понял Вот почему Кей тут не произносится А пятый раз был, когда Он заботился обо всех Он был из тех, с кем хочется быть рядом Язык у него был подвешен, что надо Он был моим лучшим другом Я и так скажу Гей пришел в этот бар незнакомцем А покинул его Членом нашей семьи Видимо, ничего не поделаешь То, что случилось с Гейбом Это нелепый, трагический несчастный случай И мне бы очень хотелось Это не был несчастный случай Сынок, сейчас не время Гейб звонил шахтерам Я дал ему свой спутниковый телефон Чтобы он точно дозвонился А они облажались И вот теперь Гейб мертв Это была моя смена Если бы кто-то позвонил Я бы об этом знал Но никто не звонил Ты лжешь На глазах у сестры Гейба Черт повери Алекс все слышала Ну, вообще он прав Он прав Гейб звонил при мне И что ты на это скажешь, Мак? Да ничего, никто мне не звонил Думайте, что хотите Ладно, народ Следствие еще не окончено И Может попробуем восстановить последовательность событий, а? Сынок Когда я увидел тебя в музыкальном магазине Ты прямо-таки горел желанием найти Гейба Не помнишь зачем? Может, чтобы еще раз подраться с ним из-за Райли? Я не собираюсь выслушивать эти бредни А потом ты, ну надо же, вваливаешься из квартиры Гейба с разбитой мордой Райан А еще через пару часов спустя совершенно случайно не слышишь звонка, который мог спасти ему жизнь Сколько раз повторять, не было никаких звонков Может, связь прервалась Гейб, знаешь ли, тоже не был мистером надежности Думаешь, что говоришь, Мак? Райан, хватит Сынок, я тоже очень хочу во всем разобраться, но сейчас мне время и не... Блжет, дад Не, это же, пап Этот слезняк смеет назвать Гейб лжецом на его же поминках? Да нет же, я просто говорю, что, Мак, если ты еще хоть раз скажешь, что не было никакого звонка, клянусь, я... Хватит Прекратите сейчас же Сейчас ни время и ни место Мы собрались здесь ради Гейба Райан, перестань Мы все здесь ради Гейба Хорошо, Райан? Лота, прости Я не... Я просто пытался Это же не я его убил Да ладно Что ты сказал? Райан, успокойся Ох, черт Я говорю, мне просто послышалось, будто это ты, Мак, заткнись, черт тебя повери Нет, нет, продолжай, ты же хочешь что-то сказать, Мак Мы внимательно слушаем Парни, хватит Не вынуждайте меня вмешиваться Ладно, хорошо, раз уж мы тут бросаемся обвинениями, я скажу Разве не ты перерезал веревку? Нет, я слышу это, ты человек, который украл веревку Просто лучшие поминки Все, хватит, поминки окончены Все на выход Если Брайан не перерезал веревку, и Алекс бы сюда улетела Алекс? Привет Ну их, черт, этих олухов Да Ты как, в порядке? Я справлюсь Не совсем Но я справлюсь Не обязательно все держать в себе Спасибо А ты... Тут, конечно, бардак, но... Может, зайдешь? Ты хочешь встать? Конечно Конечно Ты играешь на гитаре? Это подарок Вроде того Это был подарок От Гейба Круто Гейб пытался проехать на заднем колесе возле музыкального магазина, чтобы меня рассмешить Но я даже не улыбнулась А вот когда он таки навернулся, я чуть не умерла от смеха Но я не знаю, что это было хиларисо Гейб очень хотел свозить на игру Итана А под конец и сам ждал ее больше всех Жаль, что я его там не увижу Да Да хватит ходить по квартире и все про Гейба рассказывать Мы поняли, что, блядь, трагедия Ты давишь на больное, сестре его Мы сделали этот снимок год назад Мы были Не может быть Просто не верится Что? Он ее сохранил Вот дурак А это что такое? Это грусть? Извини, я сейчас Конечно, без проблем Это что за эмоция? Успокойся, Алекс Все нормально Все хорошо Это грусть? Не знаю, что я в этом напомнил Эта бутылка, но теперь она явно в разрае Интересно, смогу ли я помочь ей, как помогла Итану Чтобы понять, как ей помочь, надо почувствовать ее печаль Воу! Какие-то вещи более синим подсвечиваются, особо выделены Теперь я могу узнать, что такое творится со Стэфф Звуки видеоигры, окей Чёртов голубой метеор Что же он такой сильный-то? Ой, а что у тебя? Тоже контроллер сломался Короче, играем, пока я не выиграю Видно, придётся мне тут заночевать Бутылка вот эта интересует, что это такое? Дамы и господа, поприветствуйте нового чемпиона по настольному футболу Гейба Ченнер Ну и кто ты после этого? Поверить не могу, что придётся остаться в этом дурацком городишке Мне кажется, что мы оба знаем, что ты могла бы выиграть, если бы захотела Так что не благодари Да иди ты Как называется эта группа? Don't cheat on my yard Они офигенные, у них гитарист однорукий Крутой чувак Гей, бросай это дело Я уже билет на автобус заказала Погоди, погоди, выслушай меня Давай сыграем ещё разок Если я выиграю, то ты остаёшься Если ты, я оплачиваю твой билет Попрощайся с 50 баксами Я так понимаю Гейб не попрощался с 50 баксами Стэф? Прости Прости, мне ужасно неловко Это скоро пройдёт Всё в порядке Ну и вот это потом Она проиграла Её печаль так глубока Надеюсь, я смогу помочь Так, подожди Я всё осмотрел Что? Меч нельзя осмотреть Велик нельзя осмотреть Тут что-то Ничего не горит Наверх нельзя Подруга, слышишь это самое? Надо выяснить, почему Стэф так расстроена Я выяснил Вы чё, издеваетесь? А, вот ещё что-то есть За твою новую работу на радио Ой, а я разве тебе не рассказала? Я туда не пойду Я на следующей неделе уезжаю в Денвер Ты что? Пожалуй, теперь я знаю, как ей помочь А, вот Последний кусочек пазла Помочь Мне до сих пор не верится, что его больше нет Да, только благодаря ему я до сих пор Здесь Извини, Алекс Не обращай внимания Выпивка Музыка Музыка Так, давай так Настольный футбол Может сыграем? Гейб рассказал тебе, как мы играли? Ага 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 Сказал, что надрал тебе задницу Вот засранец Правда, сейчас не самое подходящее время Окей Хорошо До пяти очков? Как скажешь Как скажешь Оу По-моему, сохранили сейчас Используйте АД АСДФ Чтобы вращать игроков Давайте мы на этом остановимся Потому что еще игра Тут Серия будет ультра длинная И так 50 минут выходит Блин, грустно Все Невероятно грустно Я надеюсь, мы сможем помочь Стеф Потому что этот футбольный матч Означал Ну, она проиграла И из-за него она осталась В городе Это единственное Вот такое, что прям связывает Не хотел брать выпивку Потому что такое себе Видеоигра не особо в тему Музыкальный Музыкальный этот Проигрыватель Ну, типа, он прикольный Все дела Но Я не знаю, как Что с ним можно было бы придумать Сыграем с ней В следующем эпизоде Дамы и господа Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию Подписывайтесь на канал Подписывайтесь также на телеграм-канал И группу ВКонтакте Ссылки на которые вы найдете в описании И под роликом Ставьте лайки Комментируйте Увидимся в следующей серии прохождения Life is Strange True Colors И в других играх Всех обнял